Украинские силовики за сутки более 600 раз нарушали режим прекращения огня. По данным Минобороны Донецкой Республики, против мирного населения использовали минометы, артиллерию и бронетехнику. По-прежнему самая тяжелая обстановка в пригородах столицы региона. Двое ополченцев погибли. По факту обстрелов и применения запрещенных методов войны со стороны подконтрольных Киеву военных, Следственный комитет России завел уголовное дело. Ну а что дальше? Прогнозы защитников Донецка и руководству республики выслушал наш военный корреспондент Александр Сладков. Донецкая Народная Республика по-прежнему в полной боевой готовности. Отмечают два опасных направления. Северная Донецкая и Южная. Это Коминтерного. В первом случае вооруженные силы Украины могут попытаться окружить столицу республики, нарушить гражданское и военное управление. Во втором совершить танковый прорыв к российской границе через Коминтерного. В планах Украины попытаться сделать это силой. Западная окраина Донецка. Позиции 11-го полка армии ДНР. Танкоопасное направление. Это пески. Начинаются и здесь находится уже противник. Непосредственно открывают огонь со стрелкового, гранатометов и так далее и тому подобное. Военные ДНР на позициях. Увольнения и отпуска сокращены. Ждем. Пока ждем. Все ребята всегда готовы. Как бы светим с достойным. Это бойцы 11-го полка, защитники Донбасса. Бахтияр из Средней Азии и говорит об этом с гордостью. А что боятся? Я из Узбекистана. Пусть они боятся, да? Да, гастарбайтер. У меня гастарбайтер. Наш готовый дать отвор, если будет полезен, да? Конечно. Не всегда. Ну, за СНГ мы воюем. Чтобы из Европы всякий грязь к нам не прошел. Это Меслов. Он из Европы. Говорит, воюет с фашизмом. В Донецких окопах чувствует себя уверенно. Как тебе воюется? Хорошо, очень хорошо. Как дома? Как у мамы? Когда стояли на промзоне, поляк получил ранение. Был ранен. Сейчас прошел реабилитацию, вернулся в ряды армии ДНР. Этот человек приехал к нам на помощь с Польши. Поэтому уважением я большое к людям такое, которые не оставляют брата в беде. Если военные ДНР готовятся к любому развитию событий, то руководство республики заявляет определенно. Скорее всего, придется обороняться. Обстановка тяжелая. Противник усиленно старается вывести боевую технику. Разворачивает артиллерию, полевые госпитали, перевозит штабы. Это признаки готовящейся наступления. В Донецке последствия ударов артиллерии Украины почти ликвидированы. Улицы убраны, вот только жилье не восстановлено. Горожане вспоминают налеты. Там забор поломанный, пыль, все. Но у меня, я не знаю, взрыв был сильный. Ну, не брат, я даже из коляски, даже волоска не пошевелила. Я сам, мы просто как взорвалось, прыгнули на землю. Вот там куча песка, за кучу я думал, ну, может, прилет какой или вдруг, что еще вдруг будет лететь. Я забрали сюда за песок. И все, потом брат дотащил сюда. Вообще в шоке выбежал без коляски. Думал, что уже что-то со мной не то дотащили. Зашел, ну, я не знаю, вообще, конечно, поломалось сильно все. Обстановка в Донецке спокойная. Но бомбоубежище открытое. Школьники в основном учатся дома, дистанционно. Из Украины приходят сообщения. Вчера матери солдат 57-й бригады в Херсоне пытались заблокировать гарнизон, не давая отправлять своих детей воевать в Донбасс. Далеко не все украинцы хотят этой войны. Александр Сладков, Виталий Дуплич, Игорь Клеин, Андрей Руденко, Олег Бондаренко. Вести, Донецк.